Следующее занятие – это работа с двойкой чаши, это экстрасенсорика прошлого. Собственно, здесь на карте описан процесс встречи нашего разума с нашим подсознанием, с той личностью, которая пришла в это воплощение в момент родов, зачатия, которая присутствовала, пока новая личность не образовалась. И мы здесь можем встретиться с самим собой, кем мы были в прошлой жизни. И сама практика, она в этом и состоит. То есть мы начинаем внутри, в пространстве своего субъективного времени, двигаться по своим событиям назад во времени, к моменту своего рождения последовательно. И там мы встречаемся с неким разумом, который там присутствует. И это, собственно, мы, наша та личность, которой мы были в прошлом воплощении, в нашей прошлой жизни. Встречаясь с этим разумом, возникает некая сила. И дальше мы приобретаем возможность бегать по этой линейке от текущего момента, назад во времени, к моменту своего рождения. Мы можем там считывать энергетику о событиях прошлого. Практика, которая отсюда вытекает, это психометрия, когда мы можем взять в руки предмет и начать считывать какие-то отпечатки людей, событий. И считывать события, происходившие с этим предметом. То есть, вот, практика экстрасенсов, дают какую-то речь, говорят, да, вот расскажите нам о человеке, который, да, как бы лапал эту вещь когда-то до вас. Да, то есть, тот экстрасенс, который до вас лапал эту вещь, отпишите нам его. Только что вот перед вами. То есть, это возможность получить экстрасенсорика прошлого, да. И здесь говорится именно о событиях каких-то, о возможности ощутить информацию о каких-то событиях у людях, какой-то, да. Ну, и как бы здесь взаимодействие с предметом это событие. И это возможность, как бы, встретиться со своим прошлым воплощением, своей прошлой, как бы, личностью. И вот в магии воды, в стихии, как бы, да, воды с этого начинают. То есть, это вообще самое первое, что делается в стихии вода. Да, это вы начинаете, как бы, знакомитесь со своим подсознанием, знакомитесь с тем, какой личностью вы были в прошлом воплощении. Третье занятие – это работа с будущим. Это практики предвидения предсказания. Это возможность именно экстрасенсорики будущего, события будущего. Здесь описана такая практика, при котором мы своим сознанием можем ускориться и убежать вперед во времени, да, и начать своим разумом, вот этим уплотненным на анахате, щупать информацию о будущих событиях, о тех событиях, которые только еще будут. Здесь жезлы изображены, жезлы здесь показывают события. Человек идет, как бы, по некой стене крепостной, это система, да, и он идет по некой прямой, по некой, что называется, наиболее вероятной, как бы, ветви. И вот этот жезл, который позади, это, как бы, ближайшее событие будущего, известное нам. Да, то есть, мы уходим в ближайшее событие будущего, известного нам. Да, и потом дальше отсюда мы, как бы, левой рукой щупаем, да, то событие, которое искомое еще дальше. То есть, двойка жезлов – это такое состояние, в котором наш разум может бегать впереди, как бы, во времени, там, где еще события не произошли, там, где существует много вероятности будущего, да, и щупать вот эти ветви, вот эти вероятности, ощущать события, ощущать информацию. Вот, поднимите руку, кто из вас хочет знать свое будущее, какие события будут с вами происходить, как бы, да, с какой вероятностью. Вот, кто бы хотел знать, как бы, свое будущее, как бы, свои варианты наперед и, исходя из этого, уметь этим управлять. Вот, один человек есть. Хорошо, запишем. Одного, остальным, наверное, неинтересно. То есть, это, как бы, крайне, просто не переоценить, как бы, важность данной способности, да, предвидения будущего. И это тоже, тоже часть экстрасенсорика, экстрасенсорики – часть самого вот этого базового уровня, то, что Марк должен уметь. Да, потому что, если вы не можете будущее предвидеть, то у вас нет возможности никакой планировать нормально, как бы, и эффективно добиваться, как бы, цели поставленных. Да, вы просто безвольное, как бы, существо, которого болтает из стороны в сторону, да, но маги не являются безвольными существами, безвольной селедкой, которая хлещет, как бы, о скалу, кому как попало, да. Маги, да, маги, как бы, управляют событиями, они являются фиксированными существами, которые сами выстраивают свое будущее в гармонии с мирозданием, да, там, в контакте с некими высшими силами и так далее. Вот, но маги сами управляют своей судьбой, они являются, как бы, некой селедкой в общем потоке. То есть, обычные люди, да, они никак не управляют, что-то на голову бам, как бы, поговорили, и все, потом, как бы, думают, а вот, за что нам это? Да, знали бы заранее, соломки бы подстерили. Вот, то есть, когда мы говорим о магии, мы говорим о развитии духовном, развитии, развитии своего сознания, развитии своего потенциала. Мы говорим о познании мира, да, о познании возможностей, которые вскрыты в человек. И маги — это не те существа, которые бегают от собственной тени. Да, это существа, которые познают себя, вот, работают над собой, над своими страхами и учатся управлять своей жизнью и жить, как бы, в гармонии с мирозданием, жить, как бы, широко распахнутым сознанием, то есть, жить осознанно, сознательно. Дальше следующий уровень, да, пройдя, как бы, двойки, мы попадаем в практике троек. Это уже уровень где-то верха анахата. И здесь сознание приобретает, становится таким потным, что приобретает уже некую возможность воздействия на мироздание. Да, здесь мы получаем возможности сознания уже как-то манипулировать, управлять энергиями внешнего мира. Да, и здесь мы говорим о неких управлении энергетическими потоками. Да, то есть, в практике троек, мечей называется натуральная магия. Здесь частично, как бы, могут задействоваться, то есть, сюда просто входит часть магии, которая работает с ингредиентами, да, где какие-то качества извлекаются, качество стихии извлекается из физических объектов. Ну, а есть, как бы, высшая магия, да, где работа идет на уровне сознания. Так вот, уровень тройки, это уровень где мы можем перетаскивать энергию между объектами. То есть, мы уже в системе мироздания можем почувствовать связь между всеми объектами, да, что все объекты связаны между собой, и мы можем между какими-то определенными объектами начать энергию перетаскивать, да, скажем, от Солнца перетащить энергию к Вассе, пускай согреется, да, или от какого-то биоциноза начать перетаскивать энергию от какой-нибудь там Кати, да, чтобы увеличить, как бы, жизненную энергию. Или за стенкой, как бы, беснуются соседи, можно от них энергию забрать, раз она ее не нужна, и уже, как бы, все равно за полночью глубоко всем надо спать, да, чтобы они, как бы, передвигались очень медленно и очень, как бы, сонно. То есть, здесь мы говорим о некой возможности управления. Практики, да, которые связаны с тройками, это связывание объектов между собой, перераспределение между ними энергии. Здесь мы можем управлять событиями, да, можно какое-то событие активизировать, усилить, ускорить, скажем, там, бизнес-процесс какой-то, реализацию каких-то планов бизнеса, да, или чтобы, там, поставщики, там, быстрее чесались, или какой-то человек, там, чтобы деятельность какую-то развел, или наоборот, как бы, да, убирать энергию, чтобы какая-то ситуация не произошла, или чтобы какой-то человек, там, быстро не бегал, не прыгал. Здесь мы уже своим сознанием начинаем с миром напрямую взаимодействовать, как бы, строить некие каналы связи, активировать некие связи между объектами, да, как бы, здесь вот мир, он начинает нам представать, как некое, как бы, такое полухающее, как бы, облако океана энергии. И мы эти, в этом океане энергии начинаем двигать своим сознанием. То есть здесь уже разум приобретает такую плотность, что мы можем на раздании двигать энергии. Следующее занятие — тройка динария. Здесь мы говорим о копировании структур. То есть если в тройке огня мы могли двигать энергию, то в тройке динария — это состояние, в котором наше сознание может двигать структуру. То есть мы можем здесь что-то скопировать, как бы, от одного объекта в другое. Вот, например, настроиться до структуры очень богатых и успешных людей, скопировать себе любимого. Или кому-то еще, соседу, скопировать, чтобы человек делом занялся. Да, то есть мы здесь, в мироздании, можем исследовать какие-то структуры, какие-то качества, которые есть у объектов или которые есть у людей, и их, как бы, копировать, их перемещать. В системе проявлять их, вкладывать в какие-то объекты. Это может быть качество какой-то там гармонии или здоровья. Или, там, скажем, берем какой-нибудь корень женьшень, который в себе содержит вещества активные, стимулирующие, там, активность некого организма. И мы можем их скопировать в какой-нибудь напиток. Сделать такой, как бы, некий природный полезный энергетик. Да, или берем какие-нибудь, там, не знаю, качества антибиотиков, лекарства каких-то. Мы их можем скопировать куда-то, на какой-то носитель перенести. Да, таким образом создать, как бы, некое энергетическое лекарство. Вот, то есть, здесь мы говорим о копировании структур между объектами. Ну, и практики, с которыми мы работаем, обычно то, что нам интересно, это работа с настройкой на структуру людей, как бы, да, там, богатства обладающих, или каких-то там эффективных менеджеров, или каких-нибудь интеллектуалов, как бы, с развитым интеллектом. Дальше, в тройке чаши, здесь мы говорим об практиках уже переноса структуры во времени. Здесь мы говорим о каких-то, о том, что мы можем, как бы, между совершившимися событиями, произошедшими, перетаскивать энергию. И это, как бы, прямое влияние на прошлое. Здесь мы говорим не только, как бы, о практике некого перепросмотра, да, когда мы можем вытаскивать энергию из каких-то событий и их затирать, но и о неком изменении своего прошлого, о некой, как бы, трансформации своей энергии в прошлое. Да, то есть изменение, мы, как бы, можем находить назад во времени какие-то события, сформировавшие некий перекос или, как бы, породившие карму какую-то, какое-то неправильное действие, его переписать, как бы, выбрать оттуда энергии, да, перекачать эти энергии в другие события. То есть здесь мы говорим о некой практике, когда мы можем активно, как бы, манипулировать прошлым, своим или чьим-то прошлым, когда мы можем активно перераспределять энергию между совершившимися событиями в своем прошлом, да, или в прошлом какого-либо человека. И за счет этого можно менять, как бы, настоящее и будущее этого человека. Произведя такую манипуляцию, формируется вот эта магия воды, как бы, манипулирования прошлым. Формируется некая волна вперед во времени, которая меняет настоящий человек. И семерка, седьмое занятие в смысле, да? Тройка жезлов. Это, собственно, воздействие, влияние на будущее, возможность создать будущее, возможность изменить вероятность будущих событий. То есть мы здесь можем перераспределять уже энергию своим сознанием между вероятностями будущего, да? Сделать какую-то из вот этих, то есть если в двойке жезлов мы можем почувствовать возможные будущие события, то в тройке мы можем проявить ту или иную, как бы, вероятность, ту или иную ветку, да? Чтобы события пошли определенным путем у нас или у какого-то человека прописать траекторию будущего, да? Или в какой-то ситуации, чтобы она развивалась определенным способом. Это практика троих жезлов, да? То есть с жезлов мы все время с будущим работаем. То есть в двойках это состояние, когда мы можем почувствовать просто, как бы, будущее, да? То есть получить информацию, то тройка жезлов это же состояние, в котором мы можем менять будущее. Мы уже можем, как бы, вот в мироздании между вероятностями будущего перераспределять энергию и менять их вероятности, менять распределение энергии в будущих событиях, да? Таким образом, как бы, меняя жизненную траекторию, ход событий будущих. Здесь, соответственно, описано такое состояние, когда он вот железной рукой, можем, как бы, повернуть траекторию события в нужную сторону. Это практики троек. То есть, смотрите, всего лишь тройка, все равно-навсего уровень, как бы, вот верха Анахата чакры, да? Ну, уже вот эти, как бы, три, четыре карты, да? Тройки. Троек, малых арканов, они уже дают огромные возможности. То есть это возможности энергии в мироздании манипулировать и структуры туда-сюда гонять, перекачивать, прошлое, как бы, активно менять и будущее свое определять. Да, то есть, человек, как бы, который взял тройки, это уже, как бы, маг, который чего-то из себя, может, как бы, представляет, да? Но в сравнении с обычными людьми, если мы не сравниваем с магом, который взял четверки. Четверки – это уже уровень низа, вишутха чакры, да? Это уже приближение ко второму уровню магии. Здесь мы попадаем в практике каббалистики. Работа с именами истинными. И здесь мы уже приобретаем такую плотность, такой сдвиг и мощность сознания, что это сознание может начать, как бы, встраиваться, как бы, в саму разум, ну, в некую базу, в самом мироздании и манипулировать объектами там, как бы, в самом мироздании. То есть мы уже приобретаем такую степень абстракции. Здесь наше правое полушарие уже настолько раскачивается, что мы можем почувствовать, определить некий код, некую формулу или, как бы, заклинание для каждого объекта. Да, и манипулируя вот этим кодом, неким истинным именем, так называемым, объектом, мы можем производить изменения, как бы, на уровне самого мироздания. То есть это практики каббалистики, как было, собственно, сама по себе переводится, как получение чего-то, достижения. Да, то есть здесь мы, и это практики определенные. Вот, я все время привожу пример, как бы, каббалист, да, который Борис Моисеевич отворил в Израиле, он садился, как бы, в собственной Роус-Роус. То есть просто показатель некий, как бы, человека, который умеет работать с вот этим вот, получением чего-то. Да, то есть мы пишем, как бы, что в мироздании должно быть так. Ну, что такое каббалистика? Это власть автора над текстом. Что это такое? Да, мы, как бы, начинаем писать текст, как бы, писать мироздание. Что там какая-то света вошла, как бы, в новом вечернем платье, как бы, да, с миллионом долларов, как бы, в маленькой, как бы, сумочке, там, с куском платины какой-то, да, и при ее привезли, там, на комнате Роус-Ройсе, и ждет там ее, какой-то, не знаю, потрясающего дочек. Да, то есть автор пишет текст, как бы, где автор купил этот, как бы, платье вечернее, где он, как бы, отлил столько платины, неизвестно. Мы, как бы, просто написали текст, и оно существует. Оно, как бы, создается в мироздании. То есть здесь мы говорим о некой возможности создавать какие-то качества за счет выведения их, как бы, некой формулы. Мы говорим об информационной модели, мироздании, что мы, как бы, живем внутри некой программы. Да, есть, как бы, множество свидетельств, критериев того, что мир, как бы, информационный. Да, ну, интересные такие примеры, когда, скажем, там, в одном и том же месте, в три раза, в разные совершенно времена, затонул корабль, три корабля. Вот, ну, что их связывало? Во-первых, у них было одинаковое название, одинаково назывались, как бы, три корабля, которые в совершенно трех разных, как бы, временах, в разные столетия затонули, в одном и том же месте, с одним названием. И у них было одинаковое, как бы, имя, фамилия, капитан. Да, то есть, как бы, кто-то написал, как бы, что вот этот капитан на этом корабле потонет в этом месте. Эта информация, она как бы там на трех страницах пропечаталась, да, как бы, то есть, когда, как бы, другой капитан с таким же именем, как бы, зарезонировал на этой точке, то тоже, как бы, поток. И это, как бы, некая вот власть автора над текстом, да, мы, как бы, в мироздании прописали, ну, не знаем, сколько удачный пример, как бы, да, как этот, по принципу, а что вы можете с этим сделать. Ну, а, как бы, некая иллюстрация такая, то есть, каббалистика, здесь мы говорим о работе с истинными именами, то есть, здесь наш разум приобретает, как бы, по огню, да, мы успеем затронуть здесь четверки, мало Харканов, зацепить вот это состояние, то есть, здесь мы энергии свои перекачиваем на уровень тела, красная, как бы, карта в клетке, да, и мы начинаем чувствовать себя, как некое имя, как некую формулу, да, и дальше тогда мы получаем возможность, вот это ощутив, войти в некую базу, как бы, имен, войти в некий портал, в некое окно, как бы, божественного, там, где в божественном разуме, для всех элементов, все, как бы, существующие элементы описаны в виде неких кодов, в виде неких, как бы, формул, да, и в этом состоянии, в этом месте мы можем почувствовать, как бы, вокруг себя объекты, которые существуют, почувствовать их имена. Все это здесь некая работа с текстами, то есть, мы здесь, как бы, создаем, здесь идет работа именно уже с некими заклинаниями, то есть, мы начинаем создавать здесь то, что в магии называется договор, да, мы начинаем создавать некий текст, как должно происходить, как бы, в мире, в реальность. Там пишем, там, этот человек, там, должен, иммунитет должен наполниться, человек выздоравливает, сначала уходят такие симптомы, потом такие, потом вообще все замечательно, все, выздоровел, встань, не иди. Там, описываем некий договор, там, воздоровление, да, или мы для другого человека, наверное, описываем договор, там, эта дама, она становится вдруг резко очень, там, популярной на рынке труда, по ней начинает, как бы, через знакомых, то через одного, то через другого поступать какие-то предложения, через связи она знакомится, там, с какими-то людьми, которые приглашают, там, на интересную работу, она устраивается в какую-нибудь хорошую фирму, за большую зарплату, да, и получает, там, отличные перспективы карьерного роста и обучения. Бац, мы это, как бы, в виде определенного текста, в виде определенного договора можем прописать в мироздании с помощью капалистики, да, такой вариант, как, например, вот эта вот, там, корабль, как бы, на трех страницах пропечатался. Здесь мы начинаем, как бы, учимся понемногу манипулировать текстом, как бы, самим, как бы, вот этой, как бы, информационной реальности, в которой мы находимся, да, то есть вот эта вот четверка, это такое состояние, в котором мы уже можем понемногу манипулировать реальностью, ну, в локальной какой-то области. Уровень пятерки, практики вызывания элементарий, да, это такой уровень, когда сознание настолько уже мощным становится, что мы можем вытащить некий объект, как бы, из стихийной вселенной, из мира, как бы, стихии, скажем, из мира огня, там, через свечу, через горящий огонь, вытащить некий сгусток плазмы разумный, чего-нибудь подпалить или, как бы, активировать какой-то процесс. Это уже, как бы, работа с элементарями, да, и таким образом, дальше уже пока нет особо смысла описывать. То есть таким образом выглядит технология развития сознания, трансформации сознания, превращение, как бы, нашего разума в магический инструмент преобразования мира, да, проходя каждую вот эту ступеньку, каждый этап, маг обретает новые возможности, новые способности. Ну, и курс, собственно, да, вот, он у нас входит в базовую программу, базовый модуль, и он знакомит вас с этими практиками, то есть курс называется «Введение». Да, то есть это знакомство с состояниями, знакомство с вот этими практиками Мао Харкана, знакомство с вот этой технологией магического развития вашего разума. И здесь я вам вкратце описал, как бы, содержимое, да, что примерно из себя представляют двойки, тройки, четверки, то, с чем мы будем именно знакомиться. Вот, скажите мне, понятно ли вам немного эта тема, есть ли какие-то вопросы по тому, чего я вам рассказывал сегодня. Значит, занятия, как они проходят, они у нас проходят в формате вебинара, да, в специальной, как бы, комнате, немного другой платформе, все занятия записываются. То есть есть записи занятий, всех, если вы пропустили, всегда можно смотреть сколько угодно, да, не так, что один раз вы пришли, как на очном, как бы, обучение, послушали, что успели, что услышали, то запомнили, то получили, что мимо ушей прошло, то, как бы, прошло. Да, и здесь можно бесплатно, как бы, курс вообще повторять, как бы, да, записи слушать. Большой отличительной особенностью нашего школы, нашего отделения является бесплатный повтор, да, то есть вы можете бесплатно участвовать с каждым следующим набором этого же курса. Вот, то есть мы не забираем доступ, да, и мы потом набираем новую группу, новые проводим групповые практики, и вы с них можете участвовать. То есть оплачиваете курс один раз, занимаетесь потом, как бы, до последнего, как бы, да, пока уже совсем, как бы, не освоили и не просветлили. Вот, обучение проходит в учебной платформе специальной такой, там все учебные материалы, это очень удобно. И система отчетов, возможность обратной связи и так далее. Записаться можно на странице курса, да, с кнопочкой «Записаться» вроде очевидно. Заводимайтесь сначала, зарегистрируйтесь у нас на сайте. Если первый раз вам нужно будет заполнить анкету, чтобы мы с вами познакомились, посмотрели, что у вас нет противопоказаний для занятий магией теми практиками, что мы будем предлагать. Нельзя заниматься магией беременным и девушкам, женщинам, у которых ребенок маленький до трех лет, вот, и лица как бы с неустойчивой психики. Вот, таких мы не возьмем, все остальные могут записываться в нашу школу. Так, скажите мне, есть ли вопросы о «Титанике». Да, тоже пример, когда сначала написали книжку, очень подробно прописали текст. Видимо, каббалист какой-то вредный писал. Там кораблик назывался «Титан». Тоже он был самый крупный, да, из много отсеков, непотопляемый по-такимски. Вот, после того, как вышла эта книжка, построился откуда-то кораблик «Титаник», да, и как бы, как в книжках в сценарии написано, как бы. Так, возможность получения материального брака, впрочем, с удовольствием, дукости перемена, ступень, на которой многие останавливаются, уж у меня нет значения, правильно понимаете. Ну, не совсем. Это, как бы, некий сложный вопрос. Здесь, как бы, две стороны медали. Как бы, это упирается в привязку с материальным и духовным, как бы, да, где... Как бы, на что человек больше опирается. И в результате реально это упирается именно в то, что в человеке главное. Эго или, как бы, правое полушарие, да. То есть, личность, как бы, эгоистичная или, как бы, альтруистичная. Мироздание, оно не заинтересовано, как бы, в том, чтобы человек был эгоистом и, как бы, тянул одеяло на себя, как бы, все, да. Да, когда человек начинает, как бы, причинять некую вредную неразданию. Поэтому ответ он, скорее, в некой гармонии и в неком эквиваленте обмена. То есть, человек, он должен привносить в реальность и некую пользу. Да, и за эту пользу тогда получать обратно некие материальные блага. То есть, какая... И здесь важна некий, как бы, баланс, скорее, а не перекос, как бы, да. То есть, и в ту, и в ту сторону может быть какая-то перекошенность. Вот и откаты от манипуляции с мирозданием. Смотря как манипулировать. То есть, тут нужно уметь иметь, как бы, голову, да, и исходить, опять же, не из эго. Если человек эгоистичен и манипулирует мирозданием только, чтобы свое эго потешить, удовлетворить желания эгоистичные, и это причиняет вред мирозданию, то очень вполне поэтому эго может прилететь и настучаться. Но если человек делает какую-то свою манипуляцию из позиции гармонии с мирозданием, да, и помогает, наоборот, привносит что-то хорошее, помогает человеку на работу устроиться, да, или, как бы, устраняет какой-то перекос, какое-то напряжение в заданном месте, как бы, и приводит, как бы, выравнивает что-то, скажем, то это, наоборот, считается неким благом. Человек, как бы, создает, как бы, мироздание некую пользу, да, и мироздание, наоборот, за эту работу человеку возвращает, как бы, тоже отзеркаливает некое полезное. То есть, здесь важно быть в состоянии гармонии и не делать, не заниматься магией с позиции эго, иначе ваше эго его очень быстро, как бы, потопчет. Деревенская магия тройки, она просто входит, как бы, в тройки, и там есть два аспекта, как бы, деревенские, и это называется низшая магия, да, и работа со знанием, и это называется высшая магия. Вот, но входит, как бы, и то, и то входит в уровень троек. Вот, хорошо, вопросов больше-больше нет. На этом тогда у меня для вас все по этому вебинару, надеюсь, вам было интересно. Спасибо всем за участие, и приглашаю всех на обучение, развить силы своего сознания, да, обучиться вот этой вот практикам малых органов. Всем счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!